привет мои хорошие скоро 8 марта и все девочки ждут подарочки сегодня я расскажу что же подарить девушки на 8 марта это скорее наверное видео для парней кому интересно оставайтесь со мной а еще расскажу что подарить если вы с девушкой встречаетесь на расстоянии так как у меня отношения на расстоянии я расскажу что можно подарить девушки и так что же подарить девушки на 8 марта ну знаете я всегда говорила что если бы я была мужчиной мне кажется мне кажется вообще я бы женщину свою сделала счастливы потому что я как женщина наверное знаю что нужно женщине да и в принципе это не так сложно сделать счастливыми да то есть нам немножечко эмоций немножечко подарков внимание когда нужно да и забота и все принципе больше ничего не нужно мы ваши вот значит так что я могу сказать да если давайте начнем что если мы не на расстоянии живем да если мы живем с вами что подарить на 8 марта мальчики никогда не исключайте все эти банальные вещи знаете может быть это банально и так далее так далее цветы это самый банальный но самый приятный подарок я не знаю я честно говоря иногда редко редко уже встречала девушек которые не любят цветы но это такая редкость это это мне кажется где-то они лукавят знаете что не любят цветы ну как можно не любить цветы девушка и цветы это по-моему вообще просто созданы друг для друга и поэтому самое лучше подарить цветы может быть не какой-то там там 8 марта да там день рождением как бы можно дарить вообще нужно цветы каждый день девушки практически раз неделю да там раз в месяц ну например на такие праздники какие-то да можно подарить какой-то более большой букет да красиво девушки всегда любят почем цветы это обязательно вы дарите цветы какие-нибудь необычные красивые лучше чтобы их сами подобрали как-то там чтобы каждый цветочек что-то значил да или брюкет огромный красных роз и это вот просто ваша любовь там да вот к ней пылает вот так вот горит ярко или может быть она нежная такая вот пишут на ютубе и то есть со смыслом да чтобы преподнесли это и что-то сказали не просто там букет а вот что-то сказали вот такая моя любовь к тебе ярко я вот выбирал и думал какой цветок подарить себе да какие цветы кубикет собрать и вот я собрал специально для тебя это специально для тебя я потратил на это время да уделил свое время да и сделаю там так далее к цветам что можно подарить к цветам если девушка любит сладенькая конечно можно вы знаете я не считаю что это праздник вот такой знаете прям супер какой-то день рождения юбилей это же день рождения не считаю особо что там какой-то супер мега праздник юбилей да если там 20 25 там 30 далее 18 совершенно летие то можно конечно что-то подарить такое значимое стоит а вот сильно прям супер раскошеливаться особенно если у вас немного денег да ну не как бы не обязательно это мое мнение конечно каждая девушка на свой день рождения особенно если у вас еще не общий бюджет ждет от вас роскоши она хочет увидеть в подарке насколько вы ее цените понимаете насколько вы ее оцениваете поэтому если у вас не общий бюджет то вы раскошеливаетесь не не жалеть тем более если девушка вам очень нравится значит можно подарить коробочку конфет а если девочка любит сладкое что-то такое красивое перевязанное вообще девчонки все вот я считаю что я всегда подружкам даже всем своим дарю на разные праздники подарок он должен быть красиво оформлен да не столько может быть важно что там внутри там может быть какая-то мелочь что-то да там просто символическое ну как оформлена даже какая-то маленькая козебрявочка да там она в таком пакетике каком-то да с каким-то таким бантиком цветочки преподнесены это красиво сейчас тем более знаете этот пик того что все девчонки когда им что-то дарят мальчики фотографируют вот мне подарили вот я крутая я классно поэтому знаете что ваш подарок может я не знаю там сейчас наверно в 80 случаях оказаться в инстаграме и потенциально вас будут знать люди поэтому подумайте что вы подарите своей девушке букет какого размера да подарок дальше если у вас позволяют финансы да то конечно украшения бриллианты золото это никогда не расстраивало девушек вообще если девушек это расстраивает то это какие-то безумные девушки задумайтесь вообще что что и как хотя если девушка такая да вы наверно выбрали ее себе такую да лучше может быть спросите как-нибудь да аккуратно там где-нибудь да и девушка в принципе они такие если они такие то они вам тысячу раз намекнут на то что они хотят быть и просто внимательны вот значит цветы сладкое украшение если ваша девушка там может любит читать можно книжку какую-то ей подарить да все очень индивидуально то есть если бы я встречалась была мужчина и встречалась с девушкой я была бы к ней в первую очередь очень внимательно потому что мало того что девушки мы все время намекаем что мы хотим да может быть чего-то нет может быть ей просто можно дать денежку чтобы она купила себе может она хочет себе новую сумочку да вы даете и сумочку там далее или может быть вы там скажете вот так интересно даже в магазине пусть пойдет что-нибудь выберет себе да что хочет и все и оставит на кассе а вы приедете купить и уже красиво оформите все это и преподнесете есть цветами ну например можно тогда сделать тоже интересно в этом что то есть что ты не сама покупаешь а что вот есть мужчина который ты сказал эти выбери отложи и там вот бюджет например там какой-то оформите чтобы она там не заказала за полмиллиона себе сумочку но опять зависит все от того какого мужчина сколько у вас денег что вы готовы позволить вот дальше очень вот на 8 марта я считаю что очень круто тоже да ну опять же подарить цветы и например пригласить в ресторан девушку на ужин какой красивый ресторан чтобы было красиво кормлено где красивая музыка может быть живая до шампанское там какое какое-то вот необычное место может быть куда вы не так часто ходите может вы постоянно ходите там ресторан да ну какой-то необычный ресторан может быть какой-то новый вот например если в москве да то там ресторанов ну куча например там ресторан в темноте это так необычно это точно запомнится это интересно или где-нибудь на высоком небоскребе там да или какой-нибудь шевелящейся, я не знаю, что. Сейчас там придумывают много всего. В Ростове тоже есть много интересных таких мест. Было бы очень круто сходить, просто вдвоем провести время. Кино я бы не советовала, наверное, это очень банально. Не то, что банально кино, это вообще какая-то повседневная такая вещь, не праздничная. Ну, на самом деле, вот честно, изощряться сильно не нужно. Вот эти вот вещи, их, в принципе, достаточно. Самое простое, что вы можете сделать, вы просто можете спросить у своей девушки, скоро праздник, я хочу сделать тебе приятно. Что бы ты хотела? Что бы ты хотела? Может быть, ты бы хотела какое-нибудь украшение, или, может быть, тебе нужно что-то из вещей, я бы тебе купил, подарил бы. Ну, то есть, самое простое это спросить. Ну, и, в общем, цветы это самое главное. Даже одними цветами, в принципе, можно обойтись. Я, например, у меня запросы среднего размера, да, ты, как я нашла уже своего мужчину, да и даже, нет, когда был еще не мой мужчина, конечно, пока он только ухаживал, у меня ожидания от него были очень большие, да, допустим, то есть мне хотелось действительно что-то больших букетов цветов, мне хотелось каких-то реальных поступков, мне хотелось бриллиантов, мне хотелось, чтобы человек показал, насколько он меня ценит, реально, насколько он меня ценит. И я считаю, что если вы еще не, у вас не общий бюджет, да, если вы серьезно не встречаетесь, то мужчина обязательно должен прыгать выше своей головы, вот в подарках. Пусть он не столько имеет, сколько дарит, вот этого всего, да, и тогда девушка поймет, что он готов намного больше, чем имеет, он готов, то есть, вот на все для вас, это очень важно. Вот, а сейчас, например, вот мы с моим парнем встречаемся на расстоянии, да, что он мне дарил, да, когда мы еще не встречались, он дарил мне букет цветов, дарил мне там плюшевую мишку, дарил мне украшения, это все было клево, да, например, цветы он дарил через поставщиковка, каких-то, это было очень приятно, потому что ты как бы не знаешь, я всегда догадывалась, конечно, я такой проницательный человек, но и делала вид, что типа не догадываюсь, то есть приезжает курьер, там, да, я дома, он меня вызывает, дарит, это очень приятно, конечно, там все фотографирую, счастливо, потом, что было, подарил мне песню, но если вы поете, вообще это замечательно, свою, конечно, песню, специально придуманную для девушек, да, они, может, не перепетую, наверное, это, ну, хотя смотря кому как, мне, например, если парень просто перепел песню, я хожу в караоке, постоянно там перепевают эти все песни, ничего особенного, но если придумал сам, вот, или может быть, какой-то там, ну, в общем, песню можно придумать, в общем, тоже преподнесся, это красиво, там, с цветами, да, потом, конечно, вот, что касается украшений, да, хотел сделать мне через мою подругу подарок такой, да, но вы знаете, этот вкус такой индивидуальный у всех, если тем более украшения стоят немаленьких денег, лучше девушка пусть выбирает сама, я считаю, и у нас уже было так, что он давал финансы, сам, да, и говорит, вот выбери себе, я хочу тебе сделать вот это и вот это, выбери себе вот это, вот это и купи, да, там потом, ну, или скажешь мне, да, и все, вот у нас было так, на расстоянии, да, сейчас, когда, ну, это мы только встречались, да, то есть, были подарки, сюрпризы очень хорошие, и я оценивала все это, то есть, я поняла, что человек меня любит сильно, готов на все, и просто моя половиночка, такой мужчина должен быть у меня, привет ему. Вот, и теперь, когда мы уже вместе, когда мы уже семья, я считаю, да, полноценная семья, единственное, что мы не всегда можем быть вместе, потому что мы в разных городах, но я думаю, что мы с ним семья больше, чем вообще с кем-либо можем быть, и бюджет у нас, грубо говоря, общий, то есть, я, например, когда он мне преподнес нам такой вот шикарный подарок на день рождения, и когда я узнала, сколько финансов затрачено было, я на самом деле, немножко даже расстроилась, потому что, ну, потому что, не знаю, как-то можно по-другому было, просто он хотел мне красоту сделать, да, у меня был юбилей, он хотел сделать мне красоту, сделать все сюрпризом, то есть, я ничего не знала, я собрала гостей, пришла в определенное место, и вот там вот все было, да, вечер был прекрасный, вот, но это было все очень дорого, и уже когда, ну, общий бюджет, да, ты знаешь, что ты можешь там эти деньги потратить как-то на другое, там, и так далее, ты знаешь, что, как, в общем, ты, ну, уже по-другому думаешь совершенно, да, и, конечно, сейчас у меня запросы, ну, другие совершенно, я не требую, я знаю, что он готов для меня все, то есть, если будет, все будет, да, вот, поэтому, ну, например, я там может быть даже и не жду подарков, и в принципе я вообще могу сказать себе, Кис, я возьму себе цветов, короче, от тебя там, да, он может запариться там, закрутиться, забыться, и я даже это пойму, потому что в свое время он сделал все для того, чтобы показать мне свое отношение, да, поэтому, я не знаю, будет он смотреть это видео или нет, он стал их меньше, в последнее время смотреть, и молодец в том, что нервничает, вот, хотя я ничего такого не говорю, то есть, сейчас у нас уже так, что, допустим, вот поставка, я считаю, что очень дорого, например, да, сюрпризы делать такие, когда можно в два раза дешевле купить там огромный букет, из тех же сто рост, понимаете, чем заказывать его, лишние деньги можно потратить на что-нибудь тоже интересное, но я вот такой экономист какой-то в семье, и я стараюсь бюджет вести правильно, не люблю выбрасывать вот деньги вот так вот, да, то есть, их должно быть бездонное количество, чтобы их вот так вот выбрасывать, или они должны быть не твои, чтобы их выбрасывать, но когда уже все это вместе, конечно, отношение к этому совершенно другое, поэтому, я могу сказать, что мне нужно, да, если это нужно, если нет, то я могу себе сама цветы купить, у нас последний, например, раз было так, так что он мне говорил, Кисуленька, пойди, возьми себе, выбери цветы, вот какие вот хочешь себе на праздник, и купи. И для меня это абсолютно нормально, я считаю, что лучше так, я себе выберу цветы, и какие надо, потрачу денег, столько, сколько считаю нужным, и мне все равно, не поверите, приятно, и я понимаю, что это от моего молодого человека, потому что он сказал мне, пойди и сделай, вот, и в принципе, вот так, вообще, когда общий бюджет, и если мужчина у вас добытчик, да, то каждый день, я считаю, подарки он вам делает, поэтому, не столь принципиальный вопрос, что он подарит на праздник, тем более, есть снисходительность, если вы на расстоянии, но так вообще, если вы не встречаетесь, заказали цветы, открыточку, какие-то украшения, лучше пусть сама выберет, там в интернет-магазине, где-то выберет, даст вам ссылки, а вы уже закажете, покупите, вот, какие-то плюшевые игрушки, можно, косметику, это тоже очень индивидуально, лучше не покупать, ну, или просто подарить себе денежку, да, тоже в конвертике там, чтобы она себе что-то купила, в общем, все до банальности просто, мужики, не заморачивайтесь, и, кстати, я бы с удовольствием посмотрела какое-то видео, или если смотрит меня парень, что бы вы хотели, что бы вам дарили на 23 февраля, вот, если вы на расстоянии, да, если есть такие, будут такие, и если вы, ну, как бы, вот, непосредственно, потому что 23 февраля, вот, реально, я не знаю, может, только мужчина знает, что им лучше дарить, но я всегда, вот, ну, как бы, заморачиваюсь, запариваюсь, и потому я чаще не дарю вообще ничего, потому что я не знаю, что подарить реально мужчине, поэтому пишите мне в комментариях, значит, мальчики, пишите мне в комментариях, чтобы вы хотели на 23 февраля, что вы ожидаете обычно, и что вообще для вас этот праздник. Девочки, если вы со мной согласны с подарками, ставьте лайк, пишите комментарии, что согласны. Если не согласны, пишите, с чем не согласны, и пишите свою точку зрения. Мне очень интересно было бы такую некую статистику вообще провести, как бы права я или нет. Может, у меня какой-нибудь неправильный взгляд особенный на это все. Поэтому я жду ваших комментариев. Скоро 8 марта, радуйте своих любимых, и я надеюсь, все девчонки получат по заслугам. То есть, в общем, будут на 8 марта счастливы и все в подарках. В бриллиантах и цветах. Главное, внимания и любви. С вами была Селена Свей. Пока-пока.